Ежегодная премия «Свобода» в Казахстане вручается с 2003 года. Ее лауреаты – те, кто помогает и стремится развивать гражданское общество и демократию в стране. Первыми этой наградой были удостоены основатели движения ДВК Мухтар Аблязов и Галымжан Жекьянов и публицист Сергей Дуванов. Эта премия, она дается не за результат, а за участие. Человек может всю жизнь, как Манделла, просидеть в тюрьме и в чем его вклад, тогда скажем. Но он своей принципиальной позицией, своим мужеством, вообще своей жизнью задавал тонус, задавал вектор развития для тех, кто пошел по его стопам и все-таки эту демократию в этой стране попытался сделать. Среди борцов с демократию в этом году журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров. Из-за профессиональной деятельности ему неоднократно угрожали и даже пытались убить. Одна из его статей, раскрывающая родственные связи высокопоставленных чиновников, кое-кому пришлась не по душе. И Лукпан получил 8 ножевых и 2 огнестрельных ранения. Журналист чудом выжил, но от своих убеждений не отрекся. В Уральске он постоянный участник митингов против коррупции, беззакония и диктатуры Назарбаева. Однако, несмотря на свои заслуги, Лукпан Ахмедьяров посчитал премию излишней. Общественный деятель Жасарал Куанышалин за независимость и демократию в Казахстане борется уже несколько десятков лет. В последние годы он поддерживал участников шаныракских событий, делажа Наузена, а также является членом комитета по защите оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Жасарал один из немногих, кто открыто критикует авторитарный режим Назарбаева. Жасарал посвятил четверостише Твардовского. Ты, обжегшись кашей, плакал, ты ходил пешком под стол. Он тогда на бой кровавый взвод, а то и рот увел. Так что в этом зале есть люди, которых еще, наверное, не было на белом свете, когда Жасарал уже боролся за независимость, за демократию, за свободу. Как им был, таким и остался. Еще один лауреат премии «Свобода» – правозащитница Бахаджан Тури Гожина. Она президент общественного фонда «Ар-Рухак». Не один год поддерживает политических заключенных, ведет с ними переписку, отправляет книги, а также помогает добиться международного статуса узников совести. Очень приятно, что это оценивают твои друзья, твои коллеги. И это, наверное, более такой подсчет, чем оценивает так называемое наше государство, в котором действительно у нас есть претензии у правозащитников. Не все смогли получить дипломы лично. Главному редактору газеты «Республика» Ирине Петрушовой и председателю объединения «Толмаз» Айнуру Курманову награду передадут коллеги. Дело в том, что сами журналисты были вынуждены покинуть Казахстан из-за репрессий. В этом году свободу вручали в относительно спокойной обстановке, а в прошлом церемонию награждения сорвали власти. У организаторов мероприятия «Финпол» накануне изъял не только дипломы, но и статуэтки. Тогда поздравляли победителей прямо на улице, скрываясь от комитетчиков. Пока одних награждают за вклад в демократию общества, другие борцы за справедливость и независимость сидят в застенках СИЗО. Там находится неполюбившийся своей въедливостью Акиму Алматы журналист Андрей Цуканов и блогер Дмитрий Щелоков. Возможно, и они в скором времени также будут достойны премии «Свобода». Субтитры создавал DimaTorzok